восстанавливаем империю возвращаем императором не вас приветствую друзья с вами верос продолжаем играть за вечного луджи и у нас тут что получается что получается у нас на этом ходу мы уже можем перебраться на тот берег да на этот берег мы перебраться можем в принципе он даже нападает на этом ходу уже ладно хорошо о чем я думал изначально это что на следующий ход мы тогда можем подвести вот здесь империю хань добить сначала да а потом следующим ходом уже заберем императора может быть так и сделать может быть так и поступить в принципе император никуда не убежит правильно а тут но тут неизвестно что по гарнизону конечно у него армия полноценная сидит гарнизон слабенький ну ладно вручную придется похоже брать но все осудят нас это под не будем бери сейчас и дабы нам конечно пригодилась снова ладно будьте тверды и победа останется за вами так благосклонность императора тут чуть упала но он-то теперь и наш чё тут какой-то ролик сейчас запустится и чего не запустилась задание прервано долг перед империи хань враг народа тут кстати прервали задачу по уничтожению его marine не точный ханский император на трёкся от престола госпожа лю царство гуаньян время не щадит никого император уже долгое время бывший жалко и марионеткой могущественных князей отрёкся от престола и с ним завершилась история всей династии хань уже вернет мир нашей многострадальной стране то есть в принципе вся механика имперских интриг снова исчезла снова оказалось никому не нужны а кого ее судьба такова ее особенность так ну а он же нас семья так и остался ну да люська вот он вот он люська тут сидит так люси просто люси с тобой можем поговорить вассалом не хочет быть смотрите интересный расклад госпожа лю но у нее то территории не осталось герцогства джун тоже и с тобой все ясно да у тебя тоже территории да не осталось смысл нам подписывать прохода вассалом пока не хотят быть ну ладно я думал империя вновь отойдет ко мне но увы ах так 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 здесь много сил у нас как-то сконцентрировано уже давай отходим тебя назад отводим тебя назад всех просматриваем на всякий случай кто что может засаде сидят а я и не вижу дотягиваешься до этого города тут они разбегаются смотри на этом ходу к сожалению не дотягиваешься вы передвигались ты у нас тихо спокойно все сидим не рыпаемся помогаем конечно же подводим сейчас хотя вот этот пес не но он слаб сейчас он сейчас лап он ничего не сделает свою ночную битву не применит кущей ситуации давай в лагерь чуть-чуть обождешь совсем немножечко совсем чуть-чуть по шпионам что получается о хороший шпион госпожа лю отправляем к тебе его так это кто расширяем шпионскую сеть помогай торговцам и все сдадим ход строительством если не занимался у нас тебе будет над чем поразмыслить станет нашим вассалом гарантии автономии до регулярные выплаты предлагает и в целом выплату но нафига ты нам нужно в качестве вассалом вот в чем вопрос вассал без денег без имущества давай обсудим если я допустим отказываюсь от вот этих но тут фактор не сыграет а в целом ты нафиг мне сдалась прошли и времена когда тебя можно было в теории завасались отвергать нас ну а что ты хочешь моя банда скоро разбежится цаут-цаут учит у нас на границе засуетился он может на гунду идти он может конечно и тут гундосе чуть-чуть благородный отпрыск тау смерть по естественной причине жена лучше всем коням конь какой царственно рыжий понимание мелочи отношения вражда благородный отпрыск ау-тау-тау наследника у нас сейчас нет ау-тау-тау-тау кто у нас родился а тау подожди это это при дворе родились там по моему кто-то тоже тау отец или мать у него но я таких чуть не вижу а сообщение о рождении за крыл печально ну ладно хотя ну ну таких нет в родословные у нас таких нет кого будем делать наследником на самом деле по авторитету по уровню авторитета можно даже люську поставить на самом деле сейчас наследником порядок наведем если что вдруг да либо 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 мы можем с вами этого сделать тоже наследник ну так вот императора вернем можно в принципе его поставить так прикольно будет давайте забавно как минимум такие вот дела вели его вновь в нашу семью и сделали наследником ну и надо раз я это сделал сейчас выдать ему соответствующие еще дополнительные предметы счастье плюс 9 общественный порядок вот можно повысить в итоге без проблем вдобавок ко всему конь хороший принципе лучшего мы предложить тебе и не сможем то есть и то есть но здесь у нас вот есть для авторитета и счастья плюс 10 красота красотища урожай скоро тем более еще и пройдет наше завоевание несет мир что за радость в нашем мире можно пойти за оти взять но это очень сильно силы разорвать придется подчиняйся инстинктам давай на город нападаем сразу сделаем заявлением да многие он почему-то вдруг расстраиваются что мы решили мятежников уничтожить у меня не было сомнений что мы победим с этой точки зрения они как бы не объявили себя даже государственность лишь сильный союзник позволит они никто и звать и книг от них не будет а все возмущаются но возмущаются в первую очередь все-таки из-за наших размеров ну и так мол крупные которые посылает судьба улучшайся о есть возможность уже поручение одно сделать поручение поручением так допустим благочестивых и неподкупных отправим вновь искать процедура нам знакомая посмотрите коррупции вообще нет ну вот первые какие-то земли с коррупцией вот начинают появляться это все мелочи в основном то коррупции нет мы считаю победили и производство не пришлось переделывать мы же говорил что в принципе желтой постройки должно хватить на соседние регионы нет я еще не везде ее возвел так у тебя отсиживаешься отсиживаешься ждешь кстати он сбежал он бежал возможно попытается вернуть земли с едой но да ладно принципе сейчас самое главное чтобы наш лидер фракции качался и сражался для этого подводим остальные силы и не хочешь даже самые могучие из деревьев питают его корни я должен в любом случае помогать верьте в победу и будете несогрушимы друзьям ляу-яу утонченность коррупция но в принципе мы можем взять на службу восстановим порядок замри и не упусти ни малейшей капли знаний будьте неподкупны прокачался правда не тот кто нам сейчас необходим будет сделано на следующий ход это армия должна брать ну я думаю возьмет в крайнем случае поможем но что будет делать он даже если сейчас продовольствие заберет я все равно не буду ликвидировать его вот этими второстепенными армиями в любом случае мы будем ждать быстрее царство вы его сал у него тоже кто-то легендарный остался персонажи так ты сам накапливай потихоньку дела государственной важности чтобы спасти китай от бед нужна железная воля откуда вести аргунцун заняем теперь скорее всего даже нам необходимо ждать войны с сау-цау чтобы править нужна железная воля выступаем на войну нельзя испытывать то есть на гунду идти все равно сейчас опрометчиво хотя с другой стороны две армии осадить город тут они без проблем сдадутся пошлите потихонечку наверно возвращайся готовимся в поход это совершенно неразумно это было неразумно ну тебе надо двигаться полезно для здоровья китай это народ они угнетающие его военачальники надо двигаться надо двигаться не надо замыкаться и останавливаться так соседние области соседние области какая-то я новый город захватил до который не переделал разрушить доход промышленности доход от коммерции это разрушить нафиг она не сдалась постройка потом если будет не хватать местом но я думаю набор и упор на продовольствие можно сделать если вдруг появятся ячейки для строительства не чем он будет заняться ничего полезного и нечего тогда бесполезно расстаивать правильно причины то где а это промыкать тут школу в тай и сдаем я все равно не буду сейчас чтобы получить книгу строить там какой-то город максимально застраивать безусловно минус 25 процентов коррупции так классный бонус но видите у меня коррупции как таковой нет мы считай коррупцию победили и без этой дополнительной книжки поэтому спокойно могу позволить себе а сейчас не заморачиваться а вот на желтых повязок стати армии придется ввести и большой гурьбой 100 процентов большой гурьбой пойдем он сюда вагина бывает так соусал предлагает помощь в нашей войне с фракцией восстание желтых повязок соумел я у тебя давай мы закончили помоги если тебе так хочется а прям рассадник желтых повязок но никуда не вылазит даже на моей территории не нападают образует коалицию с империей хань зачем вам и танца у меня уступает войну совместно с царством моим бунду уничтожен о подожди как тоже бунду стер там а по мой вассал приветствую неожиданно но это так благородный отпрыск дзясюань дзясюй юань дзясюй юань дзиньпин вот он дзясюй у него родился и юань юань вот юань дзиньпин они не являются членами нашей семьи поэтому не знаю к чему нам про это говорят при нашем дворе родился молодец мы рады дочка так то не грози южному централу до старше мама развитие персонажей ждет благородный ясно торговля потеряно солнце новая столица у тебя порт забрали да тут смотрите цау-цау просто задавливает его на корню заканчивай с этим но мы можем объявить войну цау-цау конечно но с другой стороны нам это если и делать то лучше когда закончим желтыми повязками и бить уже сразу по его даже вассалом беспрекословно но но нужно помнить еще один важный момент это тоже является частью мета вселенной цау-цау их военная мощь ничтожная но общая военная мощь сравнимая но это общее в плане союз наверно с учетом нас пока не хочет кстати присоединяться а жаль мы можем его спасти пораньше мы могли бы ему помочь инстинктом так а ты госпожу ли может поймаешь воюет она только с моими верно подданными да и еще смолу на мне не будем подписывать мирный договор пусть пусть гуляет так дружище а ты вновь тогда уходишь отсюда видишь какая-то прогулка классная плаваешь через речку она по-любому еще чистая она по-любому никак на твой организм не влияет и зарыгать обед не станешь после этого справишься порядок восстановлен ценное приобретение словно ветер а это хорошо дополнительный опыт нашему предводителю это здорово оккупация область безопасности гибель в бою и но что касается вообще в целом опыта уже помнить это можно было смотреть мон 11000 точнее 11000 110 тысяч нужно 138 это мы 8 левел получим и это будет только 8 левел скорость бега в бою частота атак устойчивость к усталости скорость натиска но мы сау-цау в любом случае воевать будем наверное империю хань тоже все-таки надо добить раз они к нам не присоединяются нападем уничтожим уже эту фракцию чтобы у нас в тылу тут не было вот таких вот пятен до которые остались а здесь же тоже придется если вот этот кусочек мы быстро можем задавить вот этот быстро не получится придется создать все-таки армии благо казна пока позволяет если он не придаст его хозяина он вряд ли придаст своего хозяина зачем ему упрощать жизнь игроку вот смолы что делать так это мои вассалы с ними ты торгуешь сделать вассалом и выдвинуть ультиматум но я предлагаю выдвигать ультиматум когда наш великий воитель будет готов уже нападать то есть если он не принимает ультиматум мы сразу бьем ультиматум пару раз по моему пробовал я им пользоваться ни разу в мою пользу это не складывалось каждый раз заканчивалось тем что меня тягивали войну плане мирно это точно не заканчивалось ради мира пусть желание направляют наш пыл стягиваем границы силы радовольствие пошло пошло дело это сейчас и так у нас еды достаточно уже урожай нормальный сейчас еще и запасом доход от крестьянства увы ну ты предлагаешь теперь фигню сплошную дружище бонус дипломатическим отношением прибывает наследник хороший расклад навыки персонажа сброшены общественный порядок наследника вражескому городу нанесен огромный ущерб так и быть по идее это как расход который мы сейчас хотим взять будут ли перекидывать силы на эту сторону будут ли как-то реагировать сейчас узнаем я бы вот здесь попробовал мы вряд ли хотя дотянемся он убежит перехватить эту мелочь но у меня что из проблем на том направлении армии получится что с разных сторон подходит их можно по одному от дубасить но если мы первыми ударим в любом случае есть еще запас ночных сражений как минимум у никто и ночью уже будем дубасить мы они нас раз на раз в любом случае моя армия будет сильнее как это вот новые земли военная инфраструктура сразу один возведем я могу себе сейчас позволить и улучшать городам но давайте этим займусь на следующий ход или просматривать именно численность я сейчас просто вот на застраивая даже не обращаю внимание это это что-то превышает лимит там поджимает уже город или нет как урбанизация идет какими темпами у меня еще кто тут получается земли твои да целиком и полностью твои ну любые конечно посмотрите когда грамотно нам тылы поднапрягает к нему тяжело будет подобраться с ним быстро не закончится конфликт а вытаскивать его из союза честно говоря сомнительно мне почему-то кажется что не потянем чувство долга для вашего начальника важнее самой жизни еще оружие получили и заканчиваем что касается предметов так и быть по некоторым позициям я вам предложу сейчас дополнительных спутников лошадей помощников ну и самое главное оружие не это мы не тебе оттадим это точно будет не твои эти черепаха вообще не тарахтела давай вот это со свободным строем и ничего не дадим мы лучше снарядим предводителям который помогает нашей императрицы черепаха тебе тоже как-то не туда и не сюда с щитом не вижу дам я никого не вижу и дзясюй поздравляем тебя довольного такого сыном или дочу дочу не помню у сын скаюсь я по имени не всегда понятно родился область под управлением боевой дух конец и ну конец у тебя нет хитрости только добавит ну будет больше припасов зато обстреливать сможем эффективнее и смотрите как грамотно он дотягивается молодец не зря выдавали тебе резавого боевого коня возрадуйтесь мы одержали честную победу за дело прокачался ты же так пугающий лучше бонус к натиску дальше дотянется дотянется и никуда не сбежишь небеса вознаградили наш пыл фракция должна сейчас полностью уничтожиться он к нам не хочет присоединяться ну и тут за всю его враг названные родичи отдавает на этот раз я проявлю милость может быть бывший владыка герцогства джун оценит это ее в наш дик нам придет а так все таки шанс больше что мы вот не другие все теперь прекращены не другие в битве действуй быстро твои отношения с нами прекращены армии на границе я думаю ждут императрицу и вместе с уже идут в наступление императрицы в первую очередь нужен этот опыт здесь здесь вот тяжело подвести эту армию еще подвести ее под монастырь то легко а вот так чтобы не сломали хребет тянул одним ударом большой толпой вот это тяжело люди у меня один шпион есть у людьми значит большого смысла не вижу сожалению улучшать отношения еще сильнее он не может любой так нам вроде бы нормально относится но поспособствовать дружбе был бы рычажок стоило тем более в дальнейшем если он не поддержит сау-сау для меня будет значительная победа на полях сражений дипломатических мир и не право прохода включить в конфедерацию потребовать отречением кстати мы можем нет не можем потребовать отречение тебя но они обычно на отречение согласны когда ты уже прижал и смысла тебе соглашаться на это ровным счетом никакого не еще необходимо реформа еду тому вроде бы улучшили а вот эту реформу на следующий раз необходимо провести там и дальше да еще нет это не школа у нас вот здесь великая академия развивается плюс опыт персонажей по умолчанию увеличится скорее всего сейчас эту ветку будем развивать пока сельхоз поместья тут ничего критичного есть ничего такого прям мега ценного рыбная тоже у нас нету большого количества портов доход продовольствия сто процентов если на продаже здесь ничего ценного такого сверх естественного не осталось поэтому будем все-таки делать упор на школу на прокачку нашей императрицы скоро уже лимит превысится у тебя пока нормально него нашимся 2 500 у пока вроде бы в основном спокойно все здесь запасом еще вроде предлагаю город расширить хотя вот дун надо в целом коррупции нет вроде бы и на соседние регионы нет необходимости влиять влиять чтобы коррупцию нейтрализовать но расширить можно точно также и вот здесь раньше и вы и вообще медленно развивается тут нужно быстро регион растет пока под вопросом изменений на текущем ходу местные силы и недавно только захватили город чем хотели области так те застраиваем и коррупции нет значит пока не улучшаем ну давай ладно даже не в деньгах здесь обязательно надо вопрос все равно в еде как ни крути цена сейчас резко должен уровень еды вырасти нет коррупцию коррупция кстати есть ладно администрацию строим показатель еды должен вырасти когда все города очень-очень хорошо прокачаны может выйти боком на не на не улучшаем я даже почему бонус не беру на рост всего вся сразу до когда советники предлагают это обычно боком выходит сейчас слишком быстро и такое расширение осуждают первую победу правда отдают значит забираем спокойно тут стратегически важная точка чтобы они не отвлекали нас своими маленькими армиями но все равно в перспективе объявят войны плюс продовольствие поэтому надо было захватывать обязательно поселение военную инфраструктуру давай сразу построим денежки на это есть гарнизон внимание не грустил и уже спокойно дальше город развиваем сама же нормально нет город собрали область безопасности кто-то погиб а надо было нам сдаваться просто ничего бы мы сделали никак бы не навредили а здесь куда будем бить мы будем обезглавливать а ты против него тоже воюешь дорогой конечно он отгрызает прям куски от солнце и солнце ну как так дружище неужели ты и не готов от нашей частью не продержался ты совсем чуть-чуть не продержался могли тебе помочь нам своих проблем прежде чем с тобою разговаривать мы можем объявить войну и тебе но по большому счету он вассал но с ним у нас еще торговли снова ты царство вэй у нас царством в это же торговля идет активно то есть со всеми кто еще остался плюс-минус живой и с кем мы не воюем с тем мы торгуем напрямую объявлять войну с другой стороны ну да мы надежность свою понизим но переживать на этот счет может быть и не стоит осталось не так много а с другой стороны тут очень важная часть все-таки с вассалами я же от них отказываться не стал вассал у нас есть вассалы ждут своих сердца участи и могут нас тоже предать когда мы объявим войну мерзавцу целу целу который посягнул а наш трон посмел как-то заявить претензии прям даже активно заявить претензии но у нас получается следующая серия это окружение ликвидация рассадника желтых повязок и уже думаем как быть тау-цау может быть поддержать союзника но там в любом случае нас тоже неблагонадежным назовут главное в таком случае если тебя пойдет вассалами но тем интереснее может будет а на сегодня все до скорой встречи друзья мои с вами был веру всем добра пока пока